Их нельзя оставлять в Украине, их нужно просто задушить, по-другому никак. А как их заподушить? Выбить их вот там вот под этим самым, под Покровском. Я священник, мне нельзя это говорить, но я как человек, я не вижу другого выхода. Вот это вот... Как бы такое поприличное слово, раскольник. И меня вот постоянно засыпали вопросами, типа вот почему вы там не комментируете ту свадьбу или иную свадьбу. И все понимают, о какой свадьбе идет речь еще, о каком разводе идет речь. Шаман поет, я русский. И тут же я развожусь. Вот батюшка в чем дело, вы потеряли доходы с Украины. И вы теперь сидите и вот здесь, так сказать, благостный попик. И врете наглым образом про Украину. Ну, переставляться будет, да? Вот сейчас тортик наш и уйдет. Да. Ну что, лохматый? Вернее, не лохматый. Как дела? Пришел поздравить? Он за тортом пришел. Запах, дайте я сюда привел. Какой запах-то вкусный. Так кто будет назинать? Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. У нас уже целый год, как выходит наш спорный вопрос, повод по этому... И 50-й выпуск. И целый 50-й по счету выпуск. Ну, ветер за нас делает нашу работу, свечку задувает. Мы сделаем так, символически. Все. И вот уже пошел второй год. Ну, и не будем долго затягивать. Пишите поздравительные комментарии, а мы начинаем обсуждать. Хорошие, поздравительные такие, чтобы нам было приятно и так далее. Вот. Вот у нас еще один сегодня соведущий появился. Не знаем, как его зовут. Только что пришел. Представьтесь, пожалуйста. Тоже в черном. Батюшка, я вот подумал, год, всего лишь год нашей передачи, а уже такие, это самое, как раз к празднованию нашего, почти в тот же самый день, когда у нас год, это было среди недели, Россия приняла новую ядерную доктрину. Что будет еще через год, я уже боюсь, так сказать, на нашу следующую годовщину. Итак, это звучит пугающе. Зарубежные СМИ об изменении ядерной доктрины России. Президент Владимир Путин в среду предупредил Запад о том, что Россия может применить ядерное оружие, если по ней нанесут удары обычными ракетами, и что Москва будет считать совместным нападением любую атаку при поддержке ядерной державы. Его решение изменить официальную ядерную доктрину России является ответом Кремля на обсуждение в США и Великобритании вопроса о том, давать ли Украине разрешение на запуск обычных западных ракет по России. Ну вот такая, это самое, начало немножко, так сказать, подгорать у наших, так сказать, тех наций и всех прочих. Дуда продудел там о том, что вот, если Путин применит ядерное оружие, то на него упадет проклятие. Ты сначала проклятие на Америку подцепил. Надо, наверное, уточнить, да, Дуда, это Анджей Дуда, да, который польский лидер. Польский лидер. Ты сначала проклятие объяви США за первыми применили, вообще-то, уже все забыли, все уже никто не помнит. Не первыми, а единственными. Первыми и единственными, да, кто применил ядерное оружие, это были против мирных людей, против мирных городов, это были американцы. Почему-то никто об этом не вспоминает, ни угрозы им не было, ничего, просто применили для того, чтобы запугать всех, в том числе и Советский Союз. Вот, а теперь, понимаете, получается, сейчас любое движение, любая помощь Украине может расцениться как помощь ядерной оружии. Там, по-моему, написано, что, что там перечисляется, массовая атака дронами, удар не только баллистическими, как это было раньше, ракетами, но и вообще любыми ракетами, агацией. Все это будет расцениваться как, во-первых, совместное нападение на Россию, не ядерной страны, подразумевается Украина, и ядерной страны. И это может, да, послужить поводом для ответного удара. Ну, конечно, нужна была эта доктрина, чтобы остудить горячие головы, потому что Запад идет на переговоры только тогда, когда чувствует опасность для себя лично. Как это было во время Карибского кризиса, когда наши подводные лодки вдруг оказались у берегов Кубы, и сразу экстренно американцы пошли на переговоры. Ну и, в общем-то, это надолго остановило и расширение НАТО на восток, и попытки разместить близко к границам России какие-то ударные системы. Ну и сейчас то же самое. Я думаю, знаете, следующим этапом должен быть такой, что если вот вдруг что-то случится, надо объявить президенту России, что, например, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Великобритании, покиньте в течение месяца до 1 декабря, покиньте территорию Великобритании. Я думаю, это паники наведет, будь здоров. Ну и опять же, остудит горячие головы. Это же оружие издерживание. Да, это, понимаете, как вот так вот привести пример была, да вот прежняя доктрина, это вот медведь и гризли, да, американские, вот между ними. То есть, если ты на меня нападешь, я тебе дам ответ, да, допустим. А гризли, подлый гризли нашел, как действовать, шавок начал натравливать на этот самый. Сам стоит, вроде бы я не нападаю, да, но на тебе, шавка тебе, вот ударь то, ударь с той стороны, ударь оттуда, ударь оттуда. Теперь медведь принял решение, что гризли, бить надо тебя, не шавку, шавку-то я сейчас сразу стопчу и все. А тебя надо бить, потому что ты натравливаешь, да, все равно идет угроза от тебя. Вот если так простыми словами изменение доктрины к чему привело. И прям вот даже, понимаете, там это серьезно. Я думаю, что задумывается теперь там и в НАТО, и в США серьезно задумывается, потому что это реально звучит пугающе. Ну вот сейчас же во время Генассамблеи, Организация Объединенных Наций в Штаты поехал, это у нас отдельная новость, да? Ну да, ну можно уже. Да, ну это вот когда спорно приходится, поехал, значит, просроченный президент Украины Владимир Зеленский. И вот он все говорил, что вот я сейчас как привезу свой мирный план по принуждению России к миру, как покажу его Байдену, как даст он мне разрешение на использование дальнобойных ракет по территории России, и тогда мы разум переможем. Но, видимо, заявление Путина об изменении ядерной доктрины России все-таки померило пыл американских ковбоев, и такого решения принято не было, разрешение нанесения ударов вглубь территории России. Тем временем активизировался так называемый глобальный юг, Китай все равно готовит какой-то мирный план, который пытается затянуть как можно больше стран, которые дружественны по отношению к России, ну или хотя бы просто не агрессивны к России. Ну и я думаю, что Китай сделает свой вклад для того, чтобы активизировались мирные процессы. Я понимаю, ну вот они все, да, мирные процессы, мирные процессы, все, во-первых, без участия России, да, никто... Россию пока... Не, ну с Китаем в России хорошие отношения. Да, но все равно они свои планы прилагают, извините, сначала нужно это обсудить с Россией, согласна она или вообще на такой план. Я, вечно, я украинец, я люблю Украину, и я считаю, что никакой мирный план, никакой мир сейчас, в данный момент, с той Украиной, которая сейчас там находится, невозможен. Нацизм должен быть уничтожен, и только так. И после этого, пожалуйста, мирные планы, все что угодно. В этом мирном плане, возможно, прописать, например... Прописать можно, и как это исполнить? ...досрочные президентские выборы. И что, проголосуют опять же? Под контролем России, при участии российских наблюдателей. Вот под контролем... Да, даже недосрочные. Под контролем России, вот как это из... Как это можно воплотнее? Ну, я понимаю, что возможно, как-то это все механизм... То есть, пока я не вижу этот механизм исполнения, уничтожения нацизма. Неблоковый статус прописать, ну и много чего можно прописать в этом мирном плане. Просто если это будет... Конституция Украины была в неблоковом статусе, а в нейтральном статусе государства, и что? Нацизм, вот корень всего, он должен быть уничтожен. Все. Вот эти Азовы, Кракены, их нельзя оставлять в Украине. Их нужно просто задушить, по-другому никак. А как их подушить? Выбить их вот там вот под этим самым, под Покровском. Их по-другому, ничего не... Ну, разве что их заберут в себе американцы, кому... Но они им нужны? Не нужны. Или там Европу заберут. Они останутся в той же Украине и будут так же дальше баламутить. Поэтому здесь нужна победа военным путем. Я не знаю, ну, мирный... Я священник, мне нельзя это говорить. Но я как человек, я не вижу другого выхода. Нацизм, это антихристианство. И это должно быть... Не только антихристианство, это антиислам. Это античеловечно, понимаете? И это должно быть уничтожено. Все. И на этот раз окончательно. Не так, как в 45-м году. Не дали тогда уничтожить до конца. Никаких отправлений туда где-то прятать, в Аргентину и Бразилию этих нацистов. Их нужно сейчас посадить пожизненно. Я не говорю там, что расстрелять. Это уже... Ну, Нюрнберг должен быть, где их должно быть... Они должны понести наказание. Ну, а это вот... Другого пути пока не нужно. Ну, не, может, Китай что-то придумает. Но это и перемирие, да, вот, и все. На этой... Нет. То, что сейчас говорят о том, что... Вот те территории, которые Россия взяла, пусть за ней остается, остальное за Украиной. Не будет там покоя. Эти Будановы и Зеленской, они не дадут покоя. Будет так же самообстрел. Будут стрелять по мирным людям с той стороны. Будут стрелять и все. Будут убивать, ДРГ присылать и все. Это не закончится нормально. Это просто на время и все. Я смотрю на ситуацию в Грузии. Там сначала Россия какие-то конкретные территории взяла под свой контроль. Абхазия, Южную Осетию. Ну, фактически, они же под контрольной Россией. Хотя они независимы, но их государственность полностью держится на российской поддержке. Хотя, кстати, в Абхазии это стали забывать. Кстати, новость слышали про Абхазию? Там недавно... Да, да, да. Слышал, слышал. Да, я тоже прокомментирую. Она у нас не по плану, но что-то мне вот сразу заговорили. В одном из музеев в Абхазии, значит, повесили портрет Шамиля Басаева. Того самого, который был в Ичкерии. А Ичкерия та самая, которая устроила теракт в Буденовске, где тысячи детей покалечили, сотни убили. В Беслане тоже? В Беслане тоже? В Беслане, да. В Беслане, да. А я что, другой сказал? В Буденовске. А, в Буденовске. А, и в Буденовске тоже. И Буденовске, и в Беслане, да. Там же и там. Вот. И, значит, этот самый Шамиль Басаев, у них там висит как герой Абхазии в музее. А российская общественность это увидела. А главное, самое интересное, снаружи музея написано, что музей восстановлен на средства Российской Федерации в 2013 году. И в этом музее на средства Российской Федерации на наши деньги висит, значит, портрет этого Басаева. И мало того, что он висит, поднялся шум, и музей временно закрыли, но Басаева со стены не сняли. Потому что директор музея сказал, кто я такой, чтобы принимать решение снимать героя в Абхазии со стены. Вот как государство Абхазия лишит его звания героя, тогда и поговорим. Но пока вот он висит, враг России откровенный. Но я понимаю, что, да, все это начиналось с чего? Начало 90-х, развал Союза. Тогда, в общем-то, что Абхазия, что Чечня, революцию делали одни и те же люди. Тот же Басаев был министром обороны в Абхазии. И тогда Россия не признавала о ней независимости Абхазии. Считалось это сейпаратизм, о ней независимости Чечни. Потом все, ситуация изменилась. И да, это часто были одни и те же лица. Но, тем не менее, нужно понимать, что человек совершил просто чудовищные теракты против человечности, против людей, против детей. И как он может, воевал против России, и как он может быть героем Абхазии. Если уж мы вроде как дружественные страны. Да, и возвращусь, потому что мне же прилетели, сейчас начнут писать на той стороне везде, что вот он, Шкиль, призывает убить украинцев. Я за Украину, я за украинцев. Я прошу всех украинцев, уедьте оттуда, у кого есть только возможность. Уедьте, оставьте нацистов там, чтобы с ними разобрались до конца. Пока уедьте, пройдут военные действия, вернете себя назад и будете жить. Только не в Британию, как Димитрук. Да, как Димитрук, не в Британию. Есть дружественные страны, Сербию. В Сербию можно, там много наших знакомых, которые живут неплохо, и могут присылать посылки в Россию, потому что это дружественная страна. Самое, самое вот это, что я, ну, насколько там пропаганда. Люди, которые там, вот пишет моя бывшая прихожанка оттуда, матушка, у нас переписывается с матушкой. Ничего, мы скоро вернемся. Они верят в то, что они победят. И заберут назад все территории, все, Крым в том числе и так далее. Они верят там, люди искренне верят. Не то, что там это какие-то пропагандисты, да? Пропагандисты, наоборот, не верят. Сто процентов. Да, они прекрасно знают, что там, как оно будет. А вот эти люди, которые одурманены, они верят, что они, вот этот вот Шалко победит Медведя, понимаете? Ядерную державу, да. Ядерную державу. Тут просто, 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 вы и ядерная держава. Да тут просто, ну, объективно посмотреть. Ядерная держава, это главный, первый главный козырь. В конце концов, если что-то будет угрожать безопасности страны, ее целостности. И об этом президент заявил уже давно и прямо, что если что-то будет... Да, чисто по населению, в России одна была мобилизация и все, один раз. Притом частичная, это не была мобилизация. Да, частичная, и то, кто хотел откосить, откосил от этой мобилизации. И уехали за границу смело, спокойно, никто их не задерживал, никто не арестовывал. Да, 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 то есть, ну, дали возможность забрать именно тех, кто действительно мотивированы и дать избежать тем, от кого на фронте будет больше вреда, чем толку. Вот такая была мобилизация, она была единоразовая акция. С тех пор мобилизации в России не проводилась. На Украине ТЦК вылавливает людей, вообще засовывает силой в эти бусики. Уже там дедов 60-летних силой пихают, молодежь. Даже этот фактор, неужели не говорит о том, что бесперспективно все. Кстати, ТЦК. На Закарпатье ТЦК похитили двух священников канонической церкви. Похитили претерей Василия и Стефана, братьев, по-моему. Их намеревались... Разные фамилии, по-моему. Нет, по-моему, они братья. Один приехал, или, ну, круче, на похорон. Один из Одесской епархии, другой из Кузской, да? Ну, они могут в разных епархиях быть. На похорон один приехал. Один там служит, а второй приехал на похорон. Их намеревались отправить на фронт. Множество православных людей вышли на улицы с требованием освободить батюшек. Представители ЦЦК под давлением общественности выпустили священника. Вот такая новость. То есть, сначала поодиночке, сейчас уже начали по два брать. Скоро приедут и заберут священников всех. Притом не берут вот это вот... Как бы такое поприличное слово. Раскольников не берут, да. Раскольников не берут туда, не забирают. Не забирают никого там. Равинов, это самое. А вот... Только каноническая церковь. Каноническая церковь, да. Люди, конечно, молодцы, отстояли. Но, опять же, насколько я об этой новости слышал, их отпустили, но предписание дали явиться потом добровольно в ЦЦК. Ну, чтобы сохранить лицо, я думаю. Да, да, да. Ну, я думаю, что, конечно, и в следующий раз, если они добровольно придут священники туда, и их там прикроют опять, люди отстоят. Но это же не решение. То есть, это же не жизнь, да. Как, ну, вот люди уже вырывают прямо толпой своих священников. Тем не менее, меня удивило, что это происходило не в Одессе, не в Харькове. Это происходило во Львовской области. Это Закарпаттия. А, или Закарпаттия, да. Закарпаттия, да. Это не западная Украина. Это другая. Ну, как же, географически. Географически, да. Но ментально. Вот ментально западная Украина, вот Галычина, это Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Тернопольская, да. Те остальные, они тоже западная Украина, но там уже ментальность немножко другая. А Закарпаттия, это вообще отдельное. Это полувенгры, полурусины. Да, там, там свое, там совсем другая ментальность. Там, они, вот, если бы, кстати, вот из Западной Украины Закарпаттия больше всегда, больше всех голосовала за партию регионов, за вот, то есть, если бы их спросили, вот, честно, да, референдум, возвратиться там в СССР или, допустим, там, мирно жить с Россией, да, дружно. Я думаю, что Закарпаттия проголосовала в большинство своем за то, чтобы вот в таком ключе жить, понимаете, в отличие от Западной Украины. Поэтому они еще и стояли. На Львовщине, конечно, если бы наших священников забирали там, или Ивана Франковские. Не дает мне покоя этот торт. Да, где собака там облизывалась, ходила. Вот, а мы отвлеклись, по-моему. Батючек забирает ТЦК. А мы вот здесь свадьбу устроили. О, кстати, свадьба, разводы, это уже ваши. Шаман разводится с женой. 32-летний певец Ярослав Дронов. Шаман, который на днях должен был отметить седьмую годовщину свадьбы с женой Еленой Мартыновой. На сегодня шаман объявил о разводе с Еленой. По словам Ярослава, причиной развода стала работа безогруженный график. Вот из-за графика разводится человек. Ну, говорят, что, в общем-то, его продюсировала изначально эта самая жена Елена, до того, как он не стал прям сверхсуперзвездой. Кстати, он же здесь, в Саврополе, деньги вернул. Да, я знаю. Д говорят, что он должен был здесь выступать. Притом спокойно, без всяких проблем. Это делает ему честь. И хайпажоры, которые ждали, что сейчас будет скандал и так далее, умылись. Надо сказать, что за деньги, да? День города проводился, заплатили ему аванс 15 миллионов, да? Ну, это не то, что аванс, это вся сумма. Ну, предоплата, да. Предоплата. Ну, получается, аванс. Заключили контракт. Он еще не выступал. Фактически это аванс, да? Предоплата. 15 миллионов. Но потом городские власти провели, как бы, опрос между... Стало народное смущение. Поднялось в интернете, в публичной среде, что у нас война идет, мы певцам 15 миллионов платим. За это время можно было целый взвод дронами снабдить. Да, да, да. И вообще, очень, так сказать, прошел скромненько праздник День города. Да, да. Я так понимаю, минимальные расходы. Ну, а поскольку дронов не выступал, ему было предложено вернуть деньги, он вернул их без этих самых. Я так понимаю, что там же договора, там можно было неустойку и все, но он без... Требовать, да, что он контракт уже заключен, требовать средства. Да, 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 да. Кстати, это говорит о самой администрации Ставрополя, которая все-таки... Просто интересная была ситуация, что в Оренбургской области тоже был договор с Шаманом, что он выступит. Тоже всплыла... Сначала там всплыла сумма, что 16 миллионов вы ему должны заплатить, там на миллион больше. Но потом тоже общественность узнала. И власти города сказали, а мы все равно с ним контракт уже заключили. По контракту деньги ему уходят. Так что смысл его уже отменять? Давайте пусть выступит. И там он выступил. А здесь Ставрополь все-таки попросил его, и он пошел навстречу. Я понимаю, что даже с точки зрения имиджа по нему был большой удар, если бы он не поступил так, как он поступил. Но сам Семенов, конечно, другой имиджевый удар нанес. Это развод с женой. После этого появились сразу на странице Екатерины Мизулиной фотографии с Шаманом. Она выложила сначала фотографию просто с букетом цветов, написала, что скоро будет сюрприз, новость. Потом выложила фотографию с Шаманом. Не знаю, на что он намекает, но все это выглядит как то, что они как-то хотят сблизиться. Ну, конечно, такие оба сторонники традиционных ценностей. Притом Шаман вдруг внезапно стал, честно, сторонником традиционных ценностей, как только это стало мейнстримом. До этого он Шаманил так-то. Да и сейчас мне не мешало бы им псевдоним поменять. И меня вот постоянно засыпали вопросами, типа, вот почему вы там не комментируете ту свадьбу или иную свадьбу. Все понимают, о какой свадьбе идет речь еще, о каком разводе идет речь. Я у себя в блоге высказался. Должны ли все священники по поводу того, что какая-то очередная прелюбодейная свадьба высказываться? Ну, можно, конечно, высказываться, осудить это дело. Но мне кажется, что ситуация настолько очевидная, что понятно, где прелюбодейание, где правда. И так все очевидно, мне кажется. Честно говоря, мы на эту тему уже и раньше в наших сюжетах говорили. Меня эта тема очень беспокоит, тема разводов. Очень много разводов. Понимаете, о суде кто? Расскажите, что вы думаете о этом разводе Шамана или Малафеева и так далее. Ребята, а вы еще в браке сами, да? То есть, что вы можете это самое. Вот я в браке, да? Я могу высказаться по поводу тех и тех. Я уже 37 лет в браке с одной и той же женщиной. Вот. Поэтому мое личное мнение, я думаю, отец меня поддержит. Любой развод. То ли это Малафеев, то ли это, я не знаю, президент, то ли это простой человек, работяга на заводе. Шамана какой-нибудь. Да. Это беда. Это беда, потому что... Это трагедия. Развал семьи. Потому что развал семьи. Вот с моей точки зрения. И начинать там, а вот тот развелся, а вот тот. Понимаете, ну, из сотен тысяч разводов вычленять два или три... Да если бы сотен, то миллионы. Да, да. Ну, может, миллионы, да. Я был в Невнамыске, в ЗАГСе. Там была какая-то конференция по традиционным ценностям. Там хорошая администрация, они делают, чтобы продвигать традиционные ценности в городе. У них там огромная икона Петра Гевронии, наверное, на весь ЗАГС стоит. А я спрашиваю, говорю, а какая у вас статистика разводов? Они говорят, ой, батюшка, у нас ЗАГС, к сожалению, разводящий. У нас разводов. Самое основание еще советские годы этого ЗАГСа. Или какие там, я уж точно помню. То есть, за всю историю этого ЗАГСа в нем разводов было больше, чем браков. Вот, ну, сейчас все прицепились к одному браку. Ну, у нас все так живут. У вас вот на родственников, ну, сами. Это трагедия, да. Это наша беда, с которой нужно бороться. Трагедия. И в войне хуже, когда развод происходит в людей, которые являются, ну, как бы... Церковными, что ли, да? Церковными, медийными, да. То есть, вот они, на них свет прожекторов направлен. Вот это еще хуже, потому что... Но они на это идут, потому что общество считается развод нормальным. Все считают себя... То есть, они от нас тоже впитаются. Они смотрят, люди не осуждают за то, что мы разводимся. Мама, бабочка, пока у нас тема брака, можно я тут воспользуюсь эфирным временем? У меня сегодня уже выходит вот воскресенье этот выпуск. У моей супруги юбилей, исполняется 30 лет. Так что, пока мама, я в телевизоре, Наташа, я в телевизоре. Поздравляю тебя с юбилеем, с 30-летием. Я тебе благодарен за те годы, которые мы с тобой вместе прожили. Ну вот, поздравил. Поздравляю вас. Спасибо, Господи. Вместе с матушкой, потому что это общий, так сказать, праздник. Юбилей. Вот. О чем я хотел сказать еще. Перебив я со своей юбилеем. Так что, если вдруг еще есть надежда на то, что шаман сохранит семью со своей супругой, ну, это было бы здорово, конечно. Ну, вот там. Да. И хуже всего, что это происходит у нас, у русских. Потому что шаман поет, я русский. И тут же, я развожусь. Это плохо. Вот эти две, так сказать, марочки, два трендика, они очень, они не должны быть вместе. Кстати, по поводу русского. Россия запросила разъяснение Узбекистана и завидевала с конфликтом в школе. Российская Федерация настоятельно призывает узбекистанскую сторону дать правовую оценку появившемуся в СМИ материалу о жестоком обращении в школе Ташкента с русскоязычным ребенком и принять меры. Узбекистан ответил России на избиение ребенка. Было бы правильным, если бы занимались полностью своими внутренними делами, а не заботились о наших внутренних делах. Зовел вице-спикер законодательной палаты парламента республики Узбекистана Алишар Кадыров. Ну, скажем так, я бы не сказал бы, что-то Узбекистан ответил. Это сказал один из виза-спикер, да, всего лишь навсего. То есть, официально, я так понимаю, еще Узбекистан не ответил. Ну, эту училку арестовали, но не из-за этой истории. Она там еще кого-то побила, что ли. То есть, она, видимо, любит вступать в единоборство. Ее арестовали по другой причине, но, конечно, история вопиющая. И это, понимаете, это же история, как бы, не единичная. То есть, это не какая-то местная история в одной из бакистанской школы. Такое происходит во многих школах, просто они не попадают в кадры. И не только в Узбекистане. И вот правильно сказал, кто-то, кто-то сказал, что это внутреннее дело России. Да, да, по-моему, Голованов. Голованов, да. Он говорил, что это внутреннее дело России, потому что бьют русского ребенка за то, что он... А у них другого нет государства, которое бы защищало. Да, но у него другой России нет, другой родины у этого ребенка нет. И где бы он ни находился, в Париже или в Южной Африке. Нет, родина-то у него, может быть, он в Узбекистане родился, родина его там. Но другой страны, которая бы защищала его права русского... Ну, историческая родина, да, как человека русского. Нет, поэтому это внутреннее дело русского. И почему-то никто даже не заикнется, когда американцы присылали целые десанты, для того, чтобы обидели кого-то в американцев в какой-то другой стране. Да, это было всегда, и все говорили, вот молодцы американцы, ой, молодцы. А вот наши русские, вот нет, я помню эти, да, эти разговоры помню, когда там это, вот на начало. Наши не защищают, смотри, как американцы молодцы. Я помню, когда Союз разваливался, и тогда был принцип такой, что действительно, тогдашняя администрация России, там Ельцин и так далее, был принцип такой, что если один российского паспорта, ты не россиянин, если ты не россиянин, ты нам не интересен. Вот такой был подход, и поэтому национализм в республиках процветал вообще ужасно. В Грузии был, по сути, нацизм во главе с этим Камсахурдией. Я помню, как раз мы переехали, беженцы были из Грузии, из Южной Осетии. Приехали, значит, из Казахстана, тоже к нам в станицу, тоже беженцы из Казахстана. И они говорили, что в Кокчетаве в аэропорту висела надпись «Последний улетающий, выключите свет». Потому что это был в основном русский город, и улетали все. Потому что национализм был крайних форм. Потом это, конечно, при Назарбаеве более-менее, потом был откат, все-таки за сближение с Россией, и русский язык все-таки перестали там преследовать. Но и сейчас, мне кажется, что определенные силы есть в этих самых республиках, которые направлены на то, чтобы нас травить. А ведь те же самые узбеки, которые там кричат «Узбекистан для узбеков», очень не хотят, чтобы в России кричали «Россия для русских» и депортировали узбеков из России. Конечно, в большинстве своем, те узбеки, которые приезжают в Россию, они нормально к России относятся. Но вот у нас в Москве все таксисты узбеки. Ну, узбеки, таджики, киргизы и выходцы из республик. Сколько раз я ездил в такси, а я всегда в облачении. Ну, по крайней мере, я всегда только приветливых встречал. Рассказывали, батюшка, приезжай, посмотри, Самарканд, Бухара, древний город, красота. Ну, действительно, есть что посмотреть, когда-нибудь, я надеюсь, доеду до Узбекистана. Ну, да, я думаю, что Россия должна защищать русских по всему миру. И уж тем более в странах ближнего зарубежья, которые политически считаются нашими партнерами. Ну, и это при том же, понимаете, что, тоже, по-моему, у вас было написано для кого-то, что 4 миллиарда рублей потратили Россия на строительство школ в Узбекистане. Где-то я читал. В Узбекистане? Не, не у меня. Ну, в любом случае, русские школы строить надо. Это наша мягкая сила. Да, вот строили, 4 миллиарда потратили русских бюджетных денег. Поэтому спросить имеют право. Извините, ребята, мы вам даем деньги на строительство школ. И что у вас там происходит? Уж коль вы берете деньги, то берите и будьте правы. Ну, я думаю, что те школы, которые строят Россия, там есть преподавание на русском языке. И интеграция детей в наше вот единое пространство. Ну, может быть. Но одно что еще, знаете, что все-таки в Украине, в Украине, славянская страна, да, вот русский язык был запретен, не преподавался в школе. А в Узбекистане все-таки он есть. Преподают, пусть учительница там болящая, да, но тем не менее преподается в Узбекистане русский язык. Нет, так вот именно что. Она вела урок на узбекском. Ну, урок русского языка. А, русского языка. Урок русского языка. Это было... Почему? Ребенок сказал, мы же на уроке русского языка. Почему? Она из-за этого его начала избивать. Вот интересно. Если ты так не любишь русский язык, честно, что ты его преподаешь-то? Деньги не пахнут. Преподавая что-нибудь другое. Деньги не пахнут. История Узбекистана, я не знаю. Дорогие братья и сестры, часто спрашивают, как можно пожертвовать. Есть ссылочка в описании. Пожалуйста, можно перейти по ней и задонатить. Донаты ваши нам необходимы для того, чтобы обновлять что-то студии. Есть ряд у нас, так сказать, еще потребностей, для того, чтобы мы могли развивать канал. Ну что, погнали в следующую рубрику. Называется на «Спорный вопрос», как и наша передача. Выбираем, смотрим короткие видео отца Геннадия. И там, где больше всего дискуссий, в комментариях. Антон эти самые короткие видео выбирает и комментарии из-под них публикуется. Да, дело в том, что формат этого видео не дает возможности много... Да, надо коротко сказать. Иногда получается некоторая недосказанность, и люди там начинают, так сказать, суетиться под этим. Первый вопрос на сегодня звучит так. Люблю науку и хочу верить в Бога. Как быть? Отец Геннадий ответил так. Наука не отрицает существование Бога. На что были такие комментарии? Согласно науке, человечество не могло произойти от двух особей. Земля не могла произойти за 7 дней. Согласно науке, не было потопа и Вавилонской башни. Это один комментарий. Другая. Наука этим вопросом не занимается, как и другой глупостью. Наука прямо говорит, что Бога нет. Просто потому, что Он не нужен. Ну, начнем с последнего, что наука не может говорить, что Бог есть или Бога нет, потому что Бог, существо трансцендентное, а наука занимается вопросами имманентными. Поэтому не может она или утверждать, или отрицать существование Бога. Насчет того, что, как там еще пишется, что Земля не могла произойти за 7 дней, не было там, и все остальное. Это говорит не наука, а доминирующая парадигма в науке. Знаете, когда-то доминирующие парадигмы в науке было мнение о том, что весь мир запомнил, заполнен неким тонким веществом, которое называется эфир. Вакуума не существует. Везде есть эфир, который как бы... Потом это было опровергнуто. Никакого учения об эфире больше нет. Земля на трех китах и так далее. Плоская Земля. Ну, да, да. Это еще как бы до научных. Разные были парадигмы. Да, да. Но, тем не менее, неизвестно, что сменит нынешнюю парадигму, в которой доминирует эволюционистская теория. Но мы должны понимать, что уже сейчас дарвинизм трещит по свам. И многие серьезные ученые говорят о ее несостоятельности, о том, что есть целые блоки, темы, где она проявляет себя как нечто несостоятельное. Мы просто в прошлый выпуск говорили о дарвинизме. Не хочу опять сейчас вот сильно много посвящать. Просто наука, человечество не могло произойти о двух особей, Земля не могла произойти за семь дней. Наука, это не согласна этой науке, наука, как говорится, об этом не говорит. Она говорит о своих теориях, которые она предлагает. А здесь она не может этого отвергнуть, потому что не может этого отвергнуть. Ну, нет такого доказательства. Она может как-то подкрепить себя и всего лишь навсего. Наука этим вопросом не занимается. Наука, вот смотрите, вот физика. Мы берем Каменюку, кидаем, замеряем скорость падения 9,8 метров в секунду в квадрате ускорения. Вот. Замерили, можем утверждать. Что было миллиарды лет назад? Мы замерить не можем. Мы можем строить лишь гипотезы, которые нам будут казаться более правдоподобными, менее правдоподобными. Знаете, вот еще один пример просто приведу о том, как мы делаем современные исследования, опросом, ретроспективный. Вот стоит кружка, а в нее капает вода. Кап, 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 из кулера, капает. Не, из кулера, из самовара пусть будет, с хранником. Капает, капает. Я сижу такой, значит, там что-то там исследую. Отец Геннадий мне говорит, чем ты там занимаешься? Да вот я смотрю, тут уже пол кружки накапало. Я хочу рассчитать, как долго уже в эту кружку капает вода. по моим расчетам столько должно было накапать за 40 часов. Я вот измерил объем одной капли, измерил объем кружки, измерил. Вот у меня есть все точные расчеты, я даже там испарение высчитал, все. Вот по моим расчетам 40 часов уже капает, вот столько набралось. отец Геннадий говорит, да вот я 5 минут назад открыл этот краник, а он быстро наполнился и закрыл. И вот он только капает 2 минуты как-то, 5 минут. То есть, я могу свои расчеты делать, исходя из того, что все было так, как оно есть в моем эксперименте. Но могло быть вообще не так. Бог мог открыть краник, а мог закрыть краник. Да, при тем, вот здесь не могла произойти за 7 дней земля. 7 дней это условие понятное, то есть, это условное понятие. Условное понятие. То есть, это мы так как предполагаем 7 дней, но у Господа день может быть. Почему Бог не мог ускорить процессы, замерить процессы? Почему он, если мы верим во всемогущего Бога, почему он не мог создать человека сразу взрослым? Почему он не мог землю создать сразу взрослой? Потому что это нашим законам, законам науки не под это самое. Но у Бога свои законы. Потому что мы решили, что капает 40 часов там, сколько триллионов лет. Значит, вот так оно и есть. Ладно, переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос был такой. Внук крещён в армянской апостольской церкви. Почему я не могу за него писать записки? На что я ответил так. В церкви литургически нельзя поминать иноверцев. Под видео были такие комментарии. Армяне раньше наступили в христианство. Смотря в какой церкви, потому что есть армянская католическая церковь, армянская апостольская церковь, так вот она и есть православная. У неё можно ходить. Ну, раньше вступили дохалкидонцы много раньше наступили в христианство. То есть все дохалкидонские церкви вступили раньше в христианство. Ну и что? Походу, раньше вступили. Ну, это просто. Если человек раньше принял христианство, это не значит, что он его сохранил. Вот если какой-нибудь, не знаю, неоязычник, там Наталья Поконская, раньше меня крестилась, а потом ее раз и понесло в неоязычество. Потому что она раньше крестилась, не значит, что она сейчас православная. Рим раньше принял тоже крестьянство. Да, Римляне тоже раньше русских приняли, но потом они стали католиками. Вот то, что говорят, что как там есть армянская апостольская церковь, армянская католическая церковь. Да, действительно есть и армянская католическая церковь, и армянская апостольская церковь, но, к сожалению, обе эти структуры не находятся с нами в единстве в общении мы очень любим армян как у нас есть друзья армяне у нас есть священники армяне моя невесточка моя полармян очка вот мы их очень любим но но вот так вот они ну да халкидонский это церковь нам нужно объяснить что это такое то есть проходил 4 вселенский собор на котором все собрались православные и сказали что мы верим так же как верил верили древние отцы что во христе две природы армянская делегации на этом соборе не было но тем не менее когда они узнали решение халкидонского собора они не признали и со времен 4 вселенского собора армянская апостольская церковь отделилась от остальных православных церквей от от сербской от румынской от болгарской от всех 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 как у нас нет совместного богослужения но есть очень много православных армян у меня друзья и священники православные армяне здесь ставрополя именно вся невестка в даже в ставрополе священников армян русской православной церкви больше чем священника в армия армянская апостольской吃 но это как бы вопрос не национальные это вопрос вероучительный у нас к сожалению нет единство с армянской апостольской церкви мы можем дружить на личностных отношениях патриарх католикоз produces всех армян горене второй очень тепло относятся к русской православной церкви именно на личностном уровне но догматические проблемы они не решены к сожалению мы не находимся сейчас видеть при всем любви при всем уважении но мы не можем молиться за них нас но есть такие церковные правила да вот такие за тех кто крещен в армянской апостольской церкви ну так вот устроено мы не можем потому что у нас церковь молится только за свои свои православный человек окажется в армении можно сходить или и в самом ереване и в других городах есть храмы несколько храмов русская православной церкви пару храму грузинской православной церкви можно в эти храмы кстати по поводу того что не успели они были на халкидонском соборе нам рассказывали там еще в семинаре что они не успели на халкидонский goes away nobody не обиделись из-за того что без них приняли это решение из-за этого не приняли ни они там обиделись на конкретно 28 правило халкидонского собора который лишал патриаршество и делал их одной из епархий и другой поместная церковь понятно вот тут еще вот там еще это то есть а заодно не мне не признали весь собор до гидонский из-за этого действительно дается только на храм или можно на дела милосердия отец геннадий ответил на этот вопрос так делами свердия мы и так должны совершать как православный а десятина дается только на храм на это люди писали десятины нет есть пожертвования десятина это ветхозаветная практика но и заведующий давать сколько сердце дает петром завете было три десятины 1 левитом 2 на 3 праздника и 3 для нуждающихся после разрушения храма в двух первых десятинах отпал смысл во-первых если ты исполняешь закон то ты должен исполнять его полностью и каждый день второзаконие 27 глава 26 стих во вторых если не исполняешь находишься под проклятием голодом послание 3 глава 10 5 стих что-то как-то все смешалось кони люди даже такая длинные комментарии у нас есть те правила ветхого завета которые были отменены ну например почитание субботнего дня было принесено на воскресенье запрет на употребление свинины и так далее тоже был отменен апостольский собор ну например который это отменил но с другой стороны в новом завете не только не отменяется но и еще и повторяется фраза ветхого завета о том что служащий алтарю от алтаря да и питается то есть священнослужитель который служит храме от храма и должен питаться это повторяет апостол павел завете ссылаясь на ветхий завет выжигать читали то есть правило ответственность верующих людей на содержание церкви она никуда не делась да просто ему как бы мы на этом не акцентируем и действительно да когда говорится о том очень часто мой прошлый раз в этом время дать я часто вспоминают 2 лет но это когда спрашивает как правильно он бачка отвечает как правильно да это не то что он ходит там первым попавшимся прохожим но дава дала не десятину она дала все что у нее было дилет она дала сто процентов поэтому как бы никто не требует у вас сто процентов даже десятину и никто не требует но просто я все время вам хочу сказать ее никто не отменял и вот в моем понимании моих на за 20 летнее мое наблюдение да люди которые не дают горит а я не дам под ним попами так далее они эту десятину тоже не имеют они ее они тратят на лекарства на ремонт машины которые попали в дтп на какие-то там еще то есть она им тоже не попадает то есть они тоже это может дальше и больше на таких статистических замеров не делал ну я приблизительно знаю понимаю как говорится на это наблюдение я не говорю что это какие-то замеры опросов не было но приблизительно вот так вот не знаю потому что в прошлый раз я рассказывал про то как да дети нашего настоятеля как они уехали с места прилетел туда вот они молятся они свою десятину там дают и так далее все и у них а если бы остались бы пришлось бы так сказать было бы очень много расходов бы да вот если бы делались только расходы и таких случаев я наблюдал неоднократно поэтому для меня это как бы не ново и я не очень удивлен но для меня это просто как бы еще на подтверждение того что ребята не жадничайте с богом это эта часть она должна быть отдана на его дом и все и и вам обещано что вернется вам старицей хочу отдельно поблагодарить вот этих вот наших братьев и сестер которые донатят нам помогают со средствами на развитие студии спасибо с господи братья и сестры а мы переходим к следующему нашей рубрике ваши комментарии тут антон нам всегда предлагает так сказать ответить на ваши комментарии которые иногда для нас бывают очень даже неожиданными как я уже везде говорю что я у меня просто не хватает времени посмотреть и комментарии иногда когда а когда зайду то я там застрюю надолго поэтому я стараюсь туда даже не заходить вот благодаря антону я кое-что узнаю о том что же там у нас комментирует можете оставлять комментарии под нашим видео кстати эти комментарии только из-под наших из спорного вопроса из видео про спорным вопросом поэтому можете оставлять здесь можно оставлять в контакте тоже эти комментарии антон смотрите там из youtube из контакта первый такой комментарий а как насчет следов в геноме а что это кто-то наследил в геноме что это геном это фрагмент кода днк да и некоторые цепи последовательность там аланин гуанин и так далее они могут быть что называется следом геноме обычно вот у людей как вот у меня есть фрагмент днк повторяющийся и моего сына тоже точно также повторяется это говорит о том что мы как бы родственники потому что у нас похожая спираль днк вот тогда они имеют следы геноме это обезьян что у человека есть следы и геномы обезьяны что с обезьяной совпадает я это объясняю просто скорее всего общий творец а свиней свиней там нет у нас геноме тоже на уровне хромосом мы больше на свинью похож чем и органа все да и вообще да и почему присаживают ну что на самом деле когда дарвин писал свою теорию сочинял тогда еще люди не знали про количество хромосом и вообще как бы микробиология была не так развита и поэтому мы от обезьян во что внешне больше на нее похоже да как будто руки и все такое именно на клеточном уровне мы конечно на свинью больше похожи один творец и он не очень креативничал в отношении творения да потому что как бы не так как фэнтези у нас там эти сам авторы фэнтези они там придумают что угодно он вот такая вот так о свинья животные уже есть и созданы до человека создают ну вот у хорошие органы очень у свиньи они у него работают в этой самой вот можно это самое и так далее вот поэтому и геном у нас следы в геноме следующий комментарий если человек произошел от обезьян то почему в нем так много свиньи вот только вот только в этом сказали следующий комментарий сидят о вот это я люблю сидят благостные попики и врут наглым образом про украину вранье тоже грех украина очень православная страна там воцерковленных православных пять раз больше чем в россии и все переживание украинских верующих есть лицемерие сожаления в опущенных и сожаления об упущенных доходах вот батюшка в чем дело вы потеряли доходы с украины и вы теперь сидите и вот здесь так сказать благостный попик и врете наглым образом про украину во-первых как украина связано с моими доходами и они у него вот мы только насчет того что украина больше более православная но наверное на бытовом уровне действительно украинцы более религиозные то есть там по статистике больше людей ходит на праздники даже ходит церковь и так далее но дело в том что многих украинцев обманули воспользовавшись их религиозностью подсунули им не просто запретили православие а подсунули суррогат подделка очень похожий на оригинал это знаете как будет бриллиантом в этот подделка стекляшка вот так же взяли многим украинцам вместо настоящей церкви подсунули раскольнический аналог темный двойник церкви и они вроде бы и ходят церковь свечки ставят там куличи освещают но где результата нет потому что это не настоящий священники не настоящая церковь можно я с украины ради писал человек который думал который думал что мы с вами оба так сказать русские из россии и здесь сидим и врем про украину во-первых он пишет вранье тоже грех да вот конкретно в чем соврали я-то я говорю это не потому что я где-то там услышал я это все видел своими глазами да я сейчас скажу правду украина более воцерковлена ну я бы не сказал что пять раз больше чем россии потому что это получается что-то три украины должно быть наверное чтобы не но типа если в россии ходит там церковь 4 процента то там начали процента от российского населения то сколько они но может не в абсолютных цифрах можно в процентах процентах это это говорится просто 5 мог бы написать 10 сошло бы да так вот украине да действительно очень много православного не воцерковленных воцерковленных православных намного меньше чем вы думаете верующие которые называют себя это почти 90 процентов там лет по всем опросам но это такие же православные которые ходят на пасху на крещение на празднование ивана купала прыгают через костер куда угодно там на хэллоуин детей одевают то есть это вот такие верующих там очень много это произно но из-за того что на праздники намного больше людей на в храме храмах чем допустим переполненные храмы на большие праздники создается впечатление что это вот так вот много верующих в украине когда этим людям вместо бога предложили украину украина понадусе да они подхватили бодренько и в эту сторону пошли настоящие православные они в храмах сейчас сейчас выгоняют из храма и сейчас выбрасывает оттуда их меньше чем то есть если бы их было подавляющее большинство они бы сейчас бы запруднили бы всю украину и и не дали бы этому коричневому так сказать расползаться по украине и придем еще очень много среди украинского населения представители всевозможных протестантских течений а вот за и турчинов которые прям управлял страной пастором является и там все жалов зал и явися на каждом шагу стоят там вот это вот это все все это в огромных количествах у меня до сих пор звуя извинит в ушах проповедь владыки черкасского феодосия который вот он последний проповедь который произнес сам укоряет и себя и в общем-то и церковь что вот епископы и священники и миряне ответственны мы горят виноваты в том что вот была молодая украина было общество которое вот только-только получила независимость и чтобы все эти годы делали он говорит мы строили храмы мы восстанавливаем монастыри мы общались с власть имущими это надо делать ну надо подобному там как надо заботиться о том чтобы ребенок поел попил ну храм восстановить но мы недостаточно занимались воспитанием наше общество говорит владыка феодосий и приводит пример греко-католика вот греко-католический университет он сейчас вот на сегодняшний день там учится 2000 студентов при том да не именно вот богословский а просто 2000 студентов самых разных специализаций юристы и журналисты политологи и так далее из 94 года не выпускают очень много и об этом говорил еще тогда фейсбуке несколько раз писал это у себя на на сайте который вел тоже писал об этом что нам нужно открыть свой православный университет есть и кадры которые поводу российского да 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 свой но и вот именно светское образование государственные дипломы получали бы студенты и так далее и по всем направлениям и вот до сельскохозяйственных да там или там какие-то физико-химия но все должно было это я говорил кто там слушал на мои комментарии никогда не отвечаю ну да на умные комментарии никто не хочет отвечать настолько умный комментарий что при всем моем уважении не знаю кто и написал знаете чтобы ваш комментарий хоть сильнее выглядел как умный ну никто лучше писать слитно и через и да ладно грамматике не будем придираться я не знаю насколько ваши были умные комментарии выбирает антон антон у нас человек сам себя не похвалишь другие не додумаются сам написал страну я так понимаю что он выбрал потому что на комментарии отвечаем адрес их все комментарии выбрал одно ответили ответили да на умный комментарий все следующее кашпировский снова сеансами в москве и другие города где наши батюшки почему позволили я например об этом выступил аж мы и можем не позволить мы же не можем у нас нет у нас нет нет логическое государство где у нас светское государство если организация не признана экстремистской как свидетель ягова она имеет право действовать вот вы почему вы позволили кашпировскому да вот я видел там журналист который шел кашпировский после концерта а журналистом это самое ему задал вопросы вы долго еще будете обманывать людей и так далее очень не побили тоже на листа вот надо было собраться где он там выступает мне кажется есть в общем то и сейчас в рычаге воздействия была бы политическая воля можно его проверить на предмет мошенничества но для этого нужно иск для этого нужно подать заявление вот выпадайте заявление что кашпировская обманывает людей и так далее есть бумага на нее нужно ответить идет проверка а мошенники все так что такое мы не можем кому-то позволить или не позволить у нас нет той власти мы можем вязать и разрешить вот это мы можем все ну а на этом все торт уже заждался пойдем сейчас пойдем хомячить будем тапать на хомячка все ну на этом все спасибо господи анна хранителя вам всем до свидания до новых встреч немножко следующий выпуск будет чуть с задержкой потому что опять отца львяна заложники теперь уже в долгиза будет проходить теологическая конференция потом приеду расскажу вообще обещает быть интересной так что чуть-чуть опоздаем и может на пару дней позже выйдет выпуск на этом все до свидания с богом ангелы хранители всем